Программу, полную различных активностей для детей и взрослых, представили в Институте археологии и этнографии. Гости смогли погрузиться в древнейшую историю Сибири и стать участниками научных дискуссий. Для самых отважных посетителей организовали квест по научным лабораториям института. А детям понравилось сделать настоящие бусы из разноцветного стекла. Для тех, кто постарше, подошел археологический практикум. Здесь можно было попробовать изготовить каменное или железное орудие в настоящей кузнице или написать послание на бересте. Не обошлось без исторических реконструкторов. Пострелять из лука, побиться на мечах и все это на закате дня. Романтики хватало. Посетителей Храеведческого музея на Красном проспекте тоже ждала насыщенная программа. Главную тему в этом году посвятили столетию со дня рождения режиссера Леонида Гайдая. А главным событием стала экспозиция. Режиссер Гайдай, как он это делал? Случилась прекрасная выставка в зале, в которой вы сейчас находитесь. Она была собрана и открыта в Иркутске, прошла с блестящим успехом и приехала, конечно же, в Новосибирск. Почему для нас это важно? Потому что, во-первых, это все про по-настоящему, а Гайдая это только по-настоящему. А во-вторых, наверняка все знают, жители Новосибирска, тех, кто не знает, сейчас расскажу. Вся музыка, которая написана, наша любимая, нежная, самая-самая, которую вы слышали в нашем фойе и узнаете буквально с первых тактов, написана замечательным композитором Александром Зацепиным, который наш новосибирец. На выставке гости смогли пройти путь создания шести знаменитых фильмов и увидеть их незабываемых персонажей. Тема кино от Гайдая была популярной в других музеях, например, в музее связи Сибири. Каждый мог сделать фото на память, позвонить героям фильма, знаменитого режиссера, и даже напечатать цитату из кино на печатной машинке. Например, бессмертное высказывание управдома. «Наши люди в булочную на такси не ездят». В музее Олимпийской славы посетители не только вспомнили фильм «Спортлоту-82», увидели витрины с предметами советской лотереи и разыграли призы, но и приняли участие в автограф-сессии с бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным чемпионом мира по боксу Мишей Алаяном. Напоследок фото на память. Впрочем, памятной для многих сибиряков стала и вся музейная ночь. Ведь все необычное, непривычное, да к тому же еще приятное и интересное, запоминается намного лучше обыденных будней.